Так много на сегодняшний день всяких целей, мотиваций, достижений и рассказов, как к вашей цели прийти. Мы знаем только две точки. Или лень, нету цели, или есть цель, и слишком человек активный, то есть он, как я вижу, загоняет себя в абсолютные рамки, и человек себя подводит к стрессовой черте. Как правило, человек страдает от внутренних своих факторов, потому что психосоматика — это то, как вы чувствуете себя внутри, с вашим психологическим состоянием, то, что влияет на ваше тело. Я нашла между своими друзьями теми людьми, которые действительно достаточно мотивированы для того, чтобы шагать ежедневно. Кто-то большими шажками, кто-то маленькими. И каждый к этому приходит по-своему. Пусть им полный человек ставит себе цель похудеть. Скорее всего, он уже себя загоняет в какой-то стресс, не физический, но психологический. Потому что у меня много знакомых, которые страдают избытком веса, и это очень сказывается, в первую очередь, на психосоматическое состояние. То есть, ещё раз, то, что мы себе накручиваем, как мы себя психологически исчерпываем, как мы издеваемся над собой, можно так даже сказать, то влияет на ваше физическое здоровье. И иногда мы даже не замечаем, как где-то ногу тянет, или руку ломит, или болит голова. И это есть причина вашего психологического состояния. То, что у вас есть цель, вы знаете, как распланировать само действие, как достигнуть результата вашей цели. Это очень хорошо. Только я переслушала всех коучей, мотиваторов, психологов, я никогда не слышала упоминания термина лояльная мотивация или балансирующая мотивация, можно даже сказать средняя мотивация. То есть, та мотивация, которая подталкивает вас к цели, но тем не менее не изнемуждает вас. Вы не чувствуете себя выжатым лимоном. Как правило, я уже говорила, что есть два вида, которые мы можем увидеть. Или человек, который лежит на диване, ему хочется быть красивым, но хочется вот так вот раз по щелчку стать красивым, независимым, богатым, финансово каким-то там супер-мачо-чмачо, с какими-то дорогими часами на руках, но тем не менее при этом он ничего не делает. Нельзя просто проснуться прям всем поголовно, всем миллиардом, энным количеством миллиардов людей, богатыми и независимыми. Потому что ни у кого прям завтра не умирает какой-нибудь там дальний дядя на Мадейре и не передает вам, как Дженейр, какое-то там свое сокровище в 20 тысяч фунтов. Так практически не бывает. Даже этот дядя в свое время принял какие-то действия для того, чтобы разбогатеть. Богатство я имею в виду не только финансовое, не только в виде денег, но и душевное, и физическое. Люди часто или лежат на диване, или они себя загоняют в спортзале, к примеру, если мы говорим о изнеможении, пока тебе не анастачертеет эта самая диета, когда ты это все возненавидишь и снова не начнешь кушать эти тортики. Как я могу идти к своей цели незатратно для своей психики, чтобы я получила результаты, и чтобы мне хотелось радоваться этому результату, а не было ощущение, что горьёну все огнем. Должно быть оптимальное распределение ресурсов. Если мы все-таки говорим о потере веса, то, возвращаясь к теме баланса, мы не должны себя изнемождать голоданием, мы не должны себя убивать в спортзале. Вы всегда должны помнить, что тело нуждается в восстановлении. Даже если вы очень хорошо поработали в спортзале, даже бодибилдеры всегда дают себе остановку отдохнуть. Многие делают даже паузы на 2 недели, 2 месяца, некоторые делают и больше. Насколько угодно быть сильным человеком, выносливым, но если внутри у тебя уже исчерпали все силы психические, психологические, то ты не можешь тянуть ничего в этой жизни, сколько бы ты ни старался и ни хотел. Но опасность в этой лояльной, балансирующей мотивации то, что она работает и на одну, и на вторую сторону. Если ты человек, который занимаешься самоконтролем, если ты человек, который уверен в себе, если ты знаешь, что ты не повернешь назад, что тебя не сломит никакой тортик или мороженка своим видом, то все равно ты идешь вперед. Лояльная мотивация может сыграть дурную шутку с ленивыми людьми, которые захотят себе давать очень уж очень часто выходной день, расслабуха, а сегодня я заслужил, утром я побегала, вечером я могу скушать мороженое. Так не работает. Если мы уже говорим о весе излишнем, то как минимум первые полгода ты должен сидеть на строжайшей диете. Если человек уже сбросил вес, тогда уже могут быть поощрения каким-нибудь там тортиком, не знаю, маленьким кусочком. Но, как правило, я заметила, что плавающая мотивация, балансирующая, она очень опасна для людей, которые не умеют отвечать за свои поступки и не умеют держать себя в руках. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok ДимаTorzok